Вопрос, мы про Мурманка разговаривали, не готовы ли команда «Байкал-Энергия» к игре «Зоркова»? Нет, там нормально играть. Но сегодня мы увидели игру «Байкал-Энергия» в пас и... Я говорил же на пресс-конференции, что мы целенаправленно готовились именно на игру «Зорки». Ребятам была, были, может быть, не получилась игра с «Мурманском», почему? Во-первых, были под нагрузкой определенной. Мы сделали штангу и именно готовили, чтобы эта штанга отпустила именно к игре «Зорки». Чтобы в физическом состоянии мы были максимально подготовлены именно на эту игру «Зорки». Поэтому, может быть, и с «Мурманском» получилось то, что вы увидели. Ну, коли уж так, я не говорю, что я тут гений с 7-5 во лбу, что я вот именно как-то... Но коли уж так получилось, значит, так получилось. Значит, гений. Да, нет. Мы сегодня увидели просто... Гений. Ну, я думаю, что тут, во-первых, и ребят надо как бы поблагодарить в первую очередь. Они же понимали, что они на прошлой игре, ну, мягко говоря, не очень выглядели, да, впечатляюще. Поэтому им самим хотелось реабилитироваться перед болельщиками, перед прессой, перед руководством клуба, да, которое тоже на них определенное влияние имеет. Поэтому сегодня, конечно, была и мотивация выше, и «Зорки» другая команда. И подготовка была по-другому. И нападающих хорошего уровня. Да, к сожалению, у нас их нет. Да, и... Сегодня не было трансляции, но мы прослушали сегодня всю трансляцию. И сегодня про пенальки. Хотелось бы вернуться их в пенальки, вышел Яковлев, который мы вдруг уже дали. Но вы же знаете, при стандартном положении пенальти замены производить нельзя. Поэтому у Насонова не было на поле. Если бы был Насонов, я думаю, что... Секундочку. 3 из 7, что он забил. 3 из 7 же забил. 3 из 7. Кто? Насонов. Теперь получилось 4. Я не считаю эту статистику, понимаете? Все зависит от данной конкретной ситуации, от психологического состояния человека и так далее. Последний же он забил? Ну да. Очень все удивили. Ну, не вас. Ну, за факт, что все... Как Костю можешь? Обычно. Как Костю можешь. Я был удивлен, что в выходные дни-то все, мы же поделяем болельщиков. Домашек, ты еще не... Сразу этот товарищ Селебинск, он не знает просто... Ребята, понимаете, сложно мне тут говорить. Я еще раз объяснял. У нас всего дневных игр 4 в сезоне домашних. 4 из 16. Смысл? Объясните мне смысл, чтобы я, ребят, они уже целенаправленно как бы входят в режим определенный. Да, что играем вечерние матчи. Если бы было напополам, да, 8 на 8, я бы вопросов нет. Я бы сделал это. Но так как... Еще плюс к этому. Там, по-моему, одна или две игры выходят на... Ты когда приезжаешь... Вот в прошлый год, помните, с Зорким мы играли, да? Слава, помнишь? То есть мы приехали с Запада и сразу играем днем. И один-треть. Мы никакие. То же самое с Зорким. Приезжает домой после Востока. Так же попали. То же самое. Тоже попали. Поэтому я буквально... Так, вчера разговаривали по этому поводу с Ломановым Сергеем Ивановичем. Он говорит, вы час играете? Я говорю, да нет, мы перешли. Он говорит, правильно. Потому что люди еще, как бы, приезжая с Запада, они еще не адаптируются. Вы понимаете, в час играть, это минус пять часов. Вопрос нет. Поэтому... Восьмого марта уже не важно, да? Говорю, если бы было пополам, 8 на 8. Конечно, мы играем для болельщиков. Конечно, болельщикам удобнее. Но, коль уж четыре игры, то я думаю, из шестнадцати можно... С этим просто много болельщиков, не знаю, что не будет трансляции, потому что я постоянно сказал, что ой, будет трансляция, да посмотрим мороз. Ну, многих потеряли, конечно, сегодня, но... Ну, я надеюсь, что все... Да. Это... Мало. Это было... Для нас это мало. Да, остались дома в морозы посмотреть по телевизору. Ну, я надеюсь, что все-таки... В прошлом году, насколько я помню, по-моему, было... Побольше. Побольше. На нашей игре... Побольше было, да. Побольше было, да. Печал Харькович, было больше. Кстати, вот раз уж вопрос, традиционный вопрос, а задачи перед Кубом, перед командой, перед сезоном у нас стоят задачи, конечно. Четверка? Четверка. Как у всех одинаковых задачи? Ну, это, я думаю, что команд 6-7 точно ставят себе такую задачу, но места всего четыре, поэтому... Точно, значит, что Мурман не ставит себе задачи рейсом ходить, да? И чем больше будет команд, которые будут ставить перед собой высокие задачи и цели, и которые будут пытаться их достигать, то мы будем только выигрывать. Вы, как болельщики, будете выигрывать от этого. Да, мы сегодня один из речных хоккеев сегодня посмотрели, потому что это самый лучший. Да, самый лучший хоккей, который... Ну, понимаете, когда играют команды хорошего уровня, коим я причисляю и нас, и Зоркий, да, то, соответственно, и игра получается более зрительной. Потому что никто не хочет отсиживаться в обороне. Приезжают не в обиду сказано, там, Урганск, там, ищут Боровичам и так далее. Это, как бы, они... Каждый решает свои локальные задачи определенные. Команды, понятно, приезжают сюда, им что главное? Закрыться и как можно меньше тут пропустить. Ну, с Боровичами. А... С Боровичами так быстро. К примеру, как бы, вот. А когда приезжают такие клубы хорошего уровня, они понятны, что и играть по-другому. Я думаю, что я в бытность свою игроком, мне тоже было намного интереснее играть с сильными командами. Ну, вот опять же, счет, смотрите. Боровичи, Мурман и Зоркий. А причем счет? Ну, вот нет, я возвращаюсь. Это, вот, только командовый изъяк, это арифметик. Это арифметик. Можно все выиграть по-другому. А игра есть игра. Если бы у нас все было четко, да, по арифметике. Раз выиграли у Боровичей 5-2, там, 5-3, да? Счета у вас года. 5-3, да. А Зоркий выиграл, выиграли сегодня 5-2. Знаете что, Боровичи 1-0 должны выиграть, что ли, у Зорка? Нет, я не проехал. Это сборная сфера бросала, а это очень много. Ну, это игра, это же хоккей, поэтому игра на игру не приходит. Я говорю, болельщик идет, смотри, о, Боровичи. Может быть, у него был болельщик. И он ходит. Сергей, вы не о том говорите. При нынешней формуле. Я считаю, что настоящий болельщик ходит на все игры и пытается увидеть положительные моменты в каждой игре. Конечно, можно найти негатив, безусловно, нельзя, ребят, там. Я думаю, что и у Зоркова такие игры были, есть и будут, что когда что-то не получается, когда идет недонастрой, когда идет какая-то определенная эйфория, может быть, или не выспался сегодня, или еще что-то. Ну, то есть, это же нюансы, это жизнь. Поэтому не всегда вышли, и все, как роботы. Этим надо набить 10, с этим сыграть поудачнее можно в один мяч выиграть. Следующие приедут, еще надо десяток, да? Ну, тогда бы неинтересно, наверное, было и вам собирать. Когда вы были бы Динамо-Москвой? Ну, может быть. Хотя и Динамо-Москва, видите, дома 7-7. Вот вы сейчас поскользнули, что Сергей Иванович, а что еще Сергей Иванович? Ну, безусловно, мы общались так, как они сыграли. Я, безусловно, спрашивал, какие есть минусы, какие плюсы, что... Какие сильные стороны узора, поэтому мы с ним пообщались, как бы он подсказал кое-какие моменты. Ну, безусловно, раз... Вот он и все, вот он и все, оказывается. Нет, ну, мы просто в хороших, так, с Сергеем Ивановичем давно в хороших отношениях, да, я думаю, что если я обращусь к Славе, он мне тоже подскажет, как играть, или он ко мне... Также и Ломанов мне звонит и спрашивает, вот вы играли там с Водником, как, что они делают, как они... Я говорю, к сожалению, я в Воднике не ездил, болел, поэтому я, говорю, сказать ничего не могу, ну, судя по тренеру, так, 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 я не знаю, как они там с Водником сегодня играют. 2-0, 2-0.